Сегодня в программе «Открытая дверь» продолжение встречи с депутатом законодательного собрания Виктором Николаевичем Степановым. Разговор с человеком, который в лихие 90-е руководил Карелией. Рядом с Виктором Николаевичем работают его коллеги, представители разных партий. И если он от партии «Справедливая Россия» уже не первый созыв здесь, то единоросс Алексеевич Хефиц делает первые шаги в Карельском парламенте. Я очень благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким человеком, как Виктор Николаевич. Даже при первом знакомстве обращает на себя глубокая интеллигентность, очень хорошее знание и своей малой родины, и ее культуры, экономики. И ребята, с которыми я избирался, у нас достаточно много молодежи, несмотря на то, что мы состоялись в жизни и многие уже добились многого, для нас Виктор Николаевич является своеобразным учителем и авторитетом, на которого мы стараемся равняться, и авторитету, которого мы пытаемся соответствовать. А вот вы ведь в разных партиях, это мешает вам как-то принимать решения? Вся наша работа подчинена интересам наших граждан, наших жителей. Партийная идеологическая принадлежность – это одно, а интеллектуальная подготовка человека, его умение организовать работу, умение общаться с коллегами, его авторитет и знания – это совершенно другое. И Виктор Николаевич как раз и является для нас таким своеобразным ориентиром, когда интересы дел остаются выше каких-то групповых интересов, скажем так, национальных, гендерных, политических и так далее. Итак, о сегодняшних реалиях в Карелии. Мнение депутата Степанова. На сегодняшний день идет оптимизация. Президент принял майские указы. Поставил задачу вывести заработную плату врачей, там, отчислили на высокий уровень. Сейчас идет вопрос в том, чтобы заработную плату врачей вывести на уровень в два раза превышающим среднюю зарплату по региону. А где взять деньги? Федеральный бюджет не дает. Начинается оптимизация, начинается закрытие ФАПов, начинается закрытие больниц разных, там, Блэкденпохи, Мойзерка и так далее. И в конечном счете, кто страдает? Страдает население. Скорая помощь. Ну, скажем, я вот, сам знаю, по Ланцу, например, сколько я бился, ничего не получилось. Была скорая помощь в той самой Витле, в Цивилинском. Сейчас в Питкаранске, вроде, такая же картина складывается. Где машина скорая после приступа сердечного, любого, там, ребенка что-то заболело, скорая могла приехать в течение, там, ну, скажем, 10 минут и спасти человека. Сейчас, пока она из Ланца идет, а если она еще на месте скорая, а если она в Михайловском или в Котказе, это полтора часа, ну, час минимум надо ждать. То есть, и почему? Опять-таки оптимизация. И опять-таки решение приняло, можно ругать кого угодно, меня, там, Худеланина, кого угодно, Нелидова, Катанандова, кого угодно, но это решение принимается на федеральном уровне, а денег на это не дают. Можно принимать любые решения, но нужно обеспечить финансово эти решения. Конечно, есть хорошие у нас, ну, субъекты, скажем, Ленинградская область, у них бюджет с профицитом, да, они строят и школы, и бассейны, и спортзалы, и все, не просят, не клянчат деньги, у них свои деньги зарабатывают. Но у них табачная фабрика Филипп Морис, у них атомная станция ленинградская, у них сборка автомобилей, у них порт услуга, порт Приморский, а дают огромные деньги в бюджет. Мы в Карелии вот этого сегодня, такой подпитки бюджета не имеем. Поэтому, конечно, для нового губернатора это важнейшая задача сегодня, определиться дальше, где. Вместе Николай Патрушев поддерживает, как представитель комиссии подготовки к столетию. Вот, и сейчас, ну, придется поработать, конечно, и одним годом все не решишь. И поэтому, конечно, нужна помощь со стороны федерального бюджета. Но, надеюсь, что в Карелии появятся точки роста, не только те, которые уже появились, вот, и строительный завод начал работать как-то, вот, но завод «Авангард», скажем, помер почти, ну, так скажем. Дальше, в лесной отрасли, какова ситуация с Кондопогой? Она же все время давала огромные прибыли, поддерживала бюджет Карелии. Сейчас там ситуация, вы знаете, очень тяжелая. Поэтому, конечно, сельское хозяйство. Президент садится задача продовольственного обеспечения. Возьмем Сартовальский район, Питкеранский район. У нас же практически все умерло. В Илонецком районе, вот, Ильинский, Мегрехский работают, да, результаты хорошие. Вот, а так остальное, Меджегорский район и так далее. Судьба Меджегорского молококомбината. Ну, президент садится, еще надо выполнять, конечно. А для этого нужны деньги. И я надеюсь, что вот новый глава республики, вот, ему поможет федеральный центр. Без помощи федерального центра, да, может здесь экономить каждую копейку. Но я на своей шкуре знаю, когда ввели валютный коридор с 96-го года, республика, которая в 94-м, 95-м году показывала рост и уже вышла на хорошие результаты, мы не просили денег уже там в федеральном бюджете, а введение валютного коридора, когда зажали рубль, сделали 6 рублей, доллар, это, во-первых, привело, угробило экспортеров многих, во-вторых, это привело к дефолту 98-го года, к августу. То есть это была политика, в которой мы возражали, но нас никто не понимал. Но потом оказалось так, как мы говорили, как мы прогнозировали, как прогнозировал покойник Китца, Ревайкин, которые готовили расчеты все. Я же не сам все это придумывал. Это делают специалисты, которые видели, к чему это приведет, и рассчитали. И ошиблись, может быть, на полтора-два процента. И по срокам дефолта он должен был в апреле состояться, состоялся в августе. Но все равно буквально, а, апрель-август, буквально 3-4 месяца. Но у нас все время такое оптимистическое сейчас какое-то такое видение. А, понимаете, без оптимизма, если бы не было оптимизма, я бы не пошел к депутату в очередной раз. В мае 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия образования Республики Карелия. И Виктор Николаевич Степанов пишет аргументированную записку президенту России. Сложившаяся социально-экономическая ситуация требует глубокого научного анализа и выработки на его основе конкретной федеральной программы ускоренного комплексного развития на период до 2020 года. Я бы хотел вас ознакомить с ним. То есть это очень короткая записка. И вот она была передана Сергею Михайловичу Мироновым, лидером нашей партии, при встрече Владимира Владимировича по моей просьбе. Владимир Владимирович поддержал это. И потом Николай Платонович поддержал уже дальше работу по принятию федеральной сельевой программы развития Карелии до 2020 года, до юбилея. Помощь есть, конечно, но... Система нужна? Система. Совершенно верно. С одной стороны, система, а с другой стороны, на месте нужно вовремя представлять документы. Если нам по 3 миллиарда в год, даже по этой куции сейчас, по финансам, я имею в виду, федеральная сельевая программа дает предусматриваться по 3 миллиарда рублей в год, но если республика, это не критика, это факт, констатация фактов, если республика представляет документы не на 3 миллиарда, а на 500 миллионов, это потеря 2-1,5 миллиардов рублей, вот это уже плохо. И думаю, что новый глава республики, ну вот, может быть, здесь пожестче будет работать, может, команда каким-то образом немножко изменит, чтобы ребята шевелились, чтобы работали. И ведь, как говорил Дэн Сяопин, автор всех китайских реформ, неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. Виктору Николаевичу 70. Уроженец села-обидлицы Олонецкого района, прошедший огромную партийную и хозяйственную школу, он по-прежнему служит своей Карелии. 20 лет назад в архиве НИКИ сохранились эти кадры. Виктор Николаевич тоже принимал поздравления. Любимый подарок для меня всегда были книги. Сегодня мне уже, думаю, подарили любимый подарок. И могу даже показать, похвастаться, книгами всегда хвастаюсь. Это мои коллеги по работе подарили вот этот четырехтомник Николая Михайловича Карамзина. История государства российского. Книги по-прежнему его самое большое увлечение. И мы нисколько не удивились подаркам в честь его 70-летия. Ну, это книжка на карельском языке одного из... А вторых на карельском языке мало кто сейчас пишет. Но, тем не менее, к счастью, появляются книжки. И это для тех, кто изучает карельский язык. Я считаю, хорошее пособие. Я вот почитал, сейчас полистал несколько страничек. Ну, у меня карельский язык, он немножко смешан с финским языком. Вот, но я почитаю и постараюсь как бы вспомнить некоторые слова. В словаре есть у меня карельского языка. Так что мы давно не встречались вообще. И, в принципе, вот, как Василий Савельевич говорит, что в свое время, когда в 71-м году, будучи первым старем, в 72-м первым старем Волонецкого райкома комсомола, вручал ему, ему было 14 или 15 лет, наверное, комсомольский билет в Волонце. Поэтому, вот, видите, история знакомства какая. То есть мир тесен, он действительно тесен. Приходится встречаться иногда, вот, совершенно неожиданно, с людьми, которыми я давно знаком. Вот, и для меня вот эти встречи очень дороги.